Любой человек, будь то водитель или пешеход, знает, что главное в дорожном движении это безопасность. А детская дорожная безопасность важнее вдвойне. Чтобы обратить внимание посетителей московского автосалона на эти вопросы, и развернули в одном из павильонов яркий и привлекательный детский городок. Его посетителями должны стать и дети, и их родители. Автогородок всегда пользуется у детей и у взрослых очень большим вниманием. Так как на нашем автогородке можно и порисовать маленьким детям, и покататься на велосипедах, малюсеньким деткам на машинках можно покататься. Также у нас есть свой регулировщик, настоящий, красивый регулировщик. И несмотря на то, что сегодня только первый день пропускают только прессу, вы сами видели, что народу у нас уже очень много. Поскольку в 2016 году госавтоинспекция отметила свое 80-летие, в городке расположилась своя выставка патрульных ретроавтомобилей, рядом с которой можно увидеть сотрудников ГАИ в форме середины 20 века. Здесь все напоминает о дорожной безопасности. Даже юмористические тантаморески для фотографирования. Делаем снимок, выкладываем в сеть. Друзья ставят лайки, а заодно вспоминают о правилах дорожного движения. С определенным подтекстом люди распространяют информацию, что соблюдение правил дорожного движения и пристегиваться, это обязательно сохраняет жизнь. Еще одно направление, представленное в городке, – световозвращающие элементы. Это и нашивки на одежду, значки, специальные браслеты. Сегодня они стали настолько привлекательными, что позволяют не только стаде заметнее на дороге в темное время суток, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Из таких гаджетов, ну, они общеизвестны, это браслеты всевозможные, которые работают таким образом. Если мы такие браслеты закрепим на обеих руках, то человека видно со всех четырех сторон. И сзади, и спереди, и сбоку, справа, слева. То есть, ну, это такая универсальная вещь, которую можно с любой одеждой использовать. Многие дамы задаются вопросами сейчас, как вот я что-то одену, там, на шубу, какое-то изделие. Мы предлагаем небольшие какие-то брелки, которые можно нести в сумочке, можно нести в кармане, и при переходе дороги просто достать и демонстрировать водителям. Работа международного московского автосалона продлится до 4 сентября. И все эти дни детский автогородок будет открыт для посетителей. Как еще одно напоминание о том, что красивые и мощные автомобили – не самая главная составляющая дорожного движения. Главным на дороге по-прежнему остается вопрос безопасности. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.